Доброго здоровья, друзья! Доброго здоровья всем вам, вашим родным, близким, вашим питомцам и всем, кто вам дорог. Так, друзья, сегодня пойдет очень тяжелая речь о том, правильно ли мы поступаем. Друзья, и опять нам позвонили. Мы выехали в деревню Молоди. Говорят, на переходе в сугробе лежит сбитая собака. Подняться не может, приподнимается и падает. Поэтому сейчас будем смотреть, что к чему. Обязательно сниму и покажу. И дай бог, чтобы это был не спинальник. Ребята, я так боюсь, еду и так страшно. И не поехать мы не могли. Устали. Ребята, вот откровенно, честно, очень устали. Приехали из приюта, перемерзли. Я успела только выгулять с моих собак, которых подобрала в сугробе несколько дней назад. И вдруг вот это сообщение. Вы думаете, можно его проигнорировать? Мне кажется, нет. И на моем месте так поступил бы каждый человек. Поэтому Лиля и Чип и Дейл опять спешат нам. Друзья, ну что, мы подъезжаем приблизительно там, где нам сказали. И начинаем осматривать медленно и осторожно. Сказали, за церковью. Да, вроде как следующая остановка. Ну вот сейчас остановка была. Следующая остановка. Следующая остановка за церковью. Ну что, церковь мы проезжаем, ребята. Посмотрим, что будет. Если что, вернемся назад. Пока ничего не видим. Мы даже не можем понять, где остановка. Уже третий переход проезжаем. Вон остановка. Значит, где-то здесь напротив еще одна должна быть. Остановка-то да, а вот переход. Переход. С какой стороны? Вот мужик там чистит. А ну-ка давай дальше к нему. Поехали к нему прям. Ребят, мы прошли две остановки. Нигде не видно собаку. Молоди, три остановка. Где она может быть? Вот церковь. Следующая остановка от церкви. Идем вдоль дороги. Лиля, с той стороны, я с этой. Смотрим, но пока ничего. Ничего, ребята. Может, кто-то забрался? То есть вы здесь живете, да, рядом? Да, да. Ребята, сколько у нас еще неравнодушных людей. Сколько отзывчивых. Вот Александр из этих. Саша, огромное вам спасибо, Александр. Просто от всей души спасибо вам. Стоял, ждал, пока мы приедем, чтобы показать. Ребят. Иначе мы бы вдоль дороги, мы бы не нашли ребенка. Мальчик. Ну что ты, мой солнышко? Ну что, мой хороший? Не бойся. Потерпи, солнышко. Сейчас я тебя, сейчас, мой хороший, сейчас я тебя заберу. Сейчас. Сейчас, мой золотой. Сейчас, сейчас машина подъедет, одеяло там есть. Сейчас, мой солнышко, сейчас я тебя заберу. Мне очень не нравится вот этот горб. Ну, это вы сейчас, когда будете брать, наверное, его просто нащупаете. Очень не нравится вот этот горб. Если это сломана спина, то все, что мы сможем, это просто облегчить ребенку страдания. Так, машина, хорошо. Не надо. Ребят, ребенок покусанный, у него кровь и здесь, и здесь, и там. Мы ничего не знаем где. Ну, вот так. Сейчас, машина разворачивается наша. Здесь, здесь, трудно очень развернуться. Давай. Так. Круче, Лиля, круче! Времени прошло-то. Женщина проезжала в 5 часов вечера. А сейчас, Веренька, представьте, сколько. В 5 часов он уже сидел. Сбитый. Трясется аж, бедный. Да, потому что мы его сейчас поднимаем, чтобы боли не причинить ему. Так, ты там постелила? Да. Нет, может быть, мы его ставим, потом его на нем просто так где-то помести. Аккуратно, Валь, там позвоночник, скорее всего. Все, 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 все. Аккуратно. Все, и грудь вся в этом. Тихо, тихо, тихо. Тише, тише, тише. Иди сюда, я тебя внутрь ее стой. Не бойся, не бойся, все. Чуть-чуть-чуть. 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 Аккуратно. Да, у него рана на животике. Да на животе и на груди, и под грудью. Весь, он весь в ранах. Не бойся, детка. Давай, закутай. Ноги туда, они не будут? Нет, 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 нет. Нормально. Все, мама, сейчас надо доехать. А там в тепло его сразу и все. Все, машина тепла. Режи, Зайка. Все будет хорошо. Потерпи немножко. Ему больно, ребята. Режи, Зай. Закутался. Немножко вытерла голову. Закутала. Все, опять. Ну, даст Бог. Едем. Приехали, Лиля пошла узнавать, есть ли у них хирург. И если есть, то мы сейчас понесем ребенка на рентген. Ну вот мы и приехали. Не волнуйся, малыш. Мы приехали. Сейчас тебя занесем. Даст Бог, все будет хорошо, ребенок. Старенький, ребята. Старенький. Мы приехали. Сейчас выйдет мой парень, он нам поможет. Носилки доказала? Сейчас. Ну, разберемся сейчас. Если у ребенка полностью оторван позвоночник от тела и разорван спиной мозг, я принимаю жесткое решение таких зверят усыплять. Я считаю, чисто с человеческой точки зрения, это милосердно. Со мной не согласны. На меня начинают кричать и наезжать, что я жестокая, что я сволочь, что я усыпляю спинальников. Спинальники бывают разные. Когда позвоночник только сломан, без отрыва, у собаки есть шанс. Даже если порваны нервные окончания, мы делаем этим собачкам коляски, и они живут. Потому что тело функционирует. У них не нарушается ни вывод мочи и кала. Такие животные продолжают, даже обездвиженные задними лапами и спиной, они продолжают функционировать и жить. Я устала объяснять и оправдываться. Я ни перед кем оправдываться не буду и не собираюсь. Я принимаю решение, исходя из того, что мне говорят врачи. Исходя из того, какой результат показывает фото, видео и КТ. Вы думаете, это так легко принять решение, чтобы усыпить зверя? Это очень трудно. Результат обследования плохой. Он не жизнеспособен. Ни в туалет, никуда он сам ходить не может. На этом все, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...